Итак, чем могут закончиться все эти споры между НАБУ, САП и другими правоохранителями? И главное, как они могут отразиться на расследованиях, которые проводит бюро? Давайте попробуем разобраться. На связи с нашей студией сейчас замглавы парламентского комитета по противодействию коррупции Игорь Попов и политический эксперт Тарас Загородний. С ними и продолжим эфир. Игорь, вопрос к вам. Как вы оцениваете весь набор конфликтов между НАБУ и САП и как они могут сотрудничать, если руководители угрожают друг другу уже даже уголовными делами и даже посадками? Добрый вечер. Конечно, нашим зрителям, возможно, даже интересно смотреть за этой мыльной оперой, возможно, делать ставки, кто выиграет, но ведь главная проблема не в персональном конфликте, а главная проблема в том, что эффективность, которая и так была невысокой, все далее падает. Вы абсолютно правы в том, что все дела НАБУ должны подписывать прокуроры САП. И в последнее время все больше у них противоречий. Подписано из резонансных дел единственное по Амеляну, к которому у экспертов, юристов, адвокатов слишком много вопросов. И поэтому, чем может закончиться? К сожалению, может закончиться, как обычно, ничем. А чем должно закончиться? Это действиями очень конкретными, и кадровыми, и законодательными, которые должны увеличить эффективность борьбы с коррупцией. Потому что у общества огромный запрос на это, а мышей пока никто не ловит. К сожалению, вы правы. Тарас, следующий мой вопрос вам. Вот ваш прогноз. Сколько еще может продолжаться вот такая вот гонка обвинений, борьба обвинениями между Сытником и Холодницким? И чем это может все закончиться в результате? Ну, поскольку их избирали фактически на 7 лет каждого, то это будет продолжаться 7 лет. Потому что, в принципе, та ситуация, которая сложилась вокруг НАБУ и САП, полностью устраивает всех заинтересованные стороны, которые не хотят, чтобы эти правоохранительные органы реально работали. В идеале, конечно же, я бы уже поставил точку в этом эксперименте, реформировал эти лишние структуры, сделал бы НАБУ уже давно частью новосозданного бюро расследований, как это давно предлагалось. А сэкономленные деньги бы направлялась, в первую очередь, на создание нормальной независимой судебной системы, поскольку она бы дала возможности садить коррупционеров и создать в стране стабильные права собственности. Но этого, скорее всего, сделано не будет. И я не исключаю, что именно по той причине, что они фактически находятся в клинче, они как раз останутся на своих местах, потому что они всем удобны. Игорь, а скажите, что там с аудитом НАБУ? Аудиторов выбрали. Почему проверка деятельности бюро до сих пор не начинается? Да, мы выбрали трех уважаемых опытных юристов, но мы же сейчас видим, что даже три суперопытных юриста своей работы не могут разрулить ту огромную проблему, которая сложилась. Комиссия по аудиту, она независимая, поэтому даже мы, как профильный инкомитет, не можем заставить их быстрее начать работать, а они тоже, честно говоря, обалдели от глубины проблемы. И поэтому, когда звучат просто предложения, давайте мы уволим двух должностных лиц, Сытника и Холодницкого, это не решит проблему. То есть проблема гораздо глубже, и поэтому нужно действительно перелопатить их методы работы. Очень много жалоб на то, что в основном это провокация и взяток, а не борьба с реальной коррупцией. Соответственно, должен быть более фундаментальный отчет и инструктаж, что давайте вы ловите реальную коррупцию. По вопросу переформатирования и даже кадровых изменений, я не исключаю, что может быть даже полная замена законодательства и изъятие или пересмотр тех статей, которые не позволяют увольнять директоров этих органов. Но это, опять же, задача непосильная ни для нашего одного комитета, ни для комиссии по аудиту. И поэтому я не исключаю, что мы будем инициировать создание временно-следственной комиссии, которая проведет изучение этих проблем, предложит парламенту, какие законодательные кадровые решения надо принимать. И надо делать это безотлагательно, то есть буквально 2-3 месяца на работу. Вот это будет тогда настоящий аудит, и только так парламент сможет исполнить свою контрольную функцию за этими органами. Ну что ж, ясно. Спасибо вам. На мои вопросы отвечали замглавы антикоррупционного комитета Верховной Рады Игорь Попов и политический эксперт Тарас Загородний. Верховной Рады Игорь Попов